Утро в сквере «Солнечная поляна» выдалось жарким, но по-настоящему уютным. Одни вышли на пробежку, другие погулять с детьми и покормить у озера городских уток. Птицы и белки здесь буквально ручные, рассказывают самарцы. Не успеешь оглянуться, как пушистый зверек уже в ладошке. К примеру, у главы города лакомится семечками и просит добавки. Ну вообще, прям как сказки. На защиту «Солнечного сквера» в 2018 году встали инициативные и неравнодушные жители домов 236-244 Паново-Садовой. Они объединились для того, чтобы сохранить природный ландшафт, дубовую рощу, озеро и благоустроить территорию. Объект был обновлен по программе «Комфортная городская среда». Здесь заменили асфальтовое покрытие, бортовой камень обустроили газоны, установили скамейки, сделали освещение. А здесь же гаражи были. Здесь, да, гаражи убирали, дом собирались строить. Я понял, когда мы ту площадку сделали, здесь прям огромный массив гаражей был. Дополнительно по просьбе жителей были выполнены благоустройства прилегающей территории вокруг новой сцены, установка ограждений на детской и спортивной площадках оборудованы поручни и лестницы на дорожках, ведущих к озеру. Мы слышали благодарности жителей. В очередной раз хочется сказать огромное спасибо Владимиру Путину за то, что он эту программу инициировал. И у людей действительно появляется и желание на своей территории благоустраиваться и улучшать свою территорию. Желание улучшить территорию есть и у жителей дома по проспекту Кирова 419. Главе города Елене Лапушкиной они обратились во время прямого эфира на телеканале Самара ГИС с просьбой обновить пешеходные дорожки у дома, благоустроить каждое крыльцо и привести в порядок газоны с внешней стороны двора. Благодаря тому, что я вам позвонила, у нас расчистили там территорию, у нас там порядок начался. То есть выгребли пусты, постригли газоны. То есть люди увидели вообще свет. Свет увидели, я думаю, поддержит меня. Глава города отметила вопрос о ремонте внутриквартальных проездов и входных групп, необходимо решать на общем собрании дома, протокол с которого нужно отправить в управляющую компанию. С главой района договорились, что он сейчас посмотрит экономию от торгового, да и возможно уже до конца года мы большую часть работы по внутриквартальной территории сделаем. Кроме того, жители 419 дома по проспекту Кирова всерьез рассматривают возможность перехода из управляющей компании в ТСЖ. Поддерживаю решение жителей, безусловно, когда в своих собственных руках «Управление твоего дома», ну, наверное, это правильно. Благодарна Виктории Антоновне Котковой, руководителям ГЖИ, что готова встретиться с жителями этого дома, проконсультировать, рассказать, какие шаги им нужно хоть принимать, чтобы действительно вот эту задумку, это решение воплотить в жизнь. Осмотрела глава города и сквер, прилегающий к храму Кирилла и Мефодия. Он расположен в границах улиц Новосадовой, Солнечной и проспекта Кирова. В 2019 году по итогам участия в программе «Комфортная городская среда» и рейтингового голосования сквер занял второе место, набрав более 12 тысяч голосов. Здесь обустроили тротуары, высадили новые деревья, установили лавочки, скамейки, урны, опоры освещения. На особом контроле главы города и строительство нового детского сада по проспекту Кирова 230. Оно идет по графику. Через пару месяцев здесь появится каркас, а сдать в эксплуатацию дошкольные учреждения планируют к концу будущего года. Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Колдашов. События.